Мир узнал о ней, когда Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на ее арест вместе с Путиным. Спасибо дяде Юрию за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Они начали наставать на том, что нужно идти в приемную семью, там будет лучше. Эти дети стали оружием пропаганды для российского государства. Благодарили бойцов за спасение, за то, что помогли, за то, что не оставили, за то, что вытащили из-под бомбежек. А что, слова благодарности, это разве пропаганда? Внезапная известность пришла к Марии Львовой Беловой, уполномоченному при российском президенте по правам человека 17 марта 2023-го, когда ее обвинили в незаконной депортации тысяч детей из Украины в Россию. Да, есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России. Эти действия были квалифицированы судом в Гааге как военное преступление. В последнее время про меня очень много пишут. И хорошего, и явной лжи дежурят папарацци у входа. Поэтому в целом вы мне все почти родные. Российские власти не отрицали похищение детей с украинских территорий, объясняя это необходимостью так называемого перевоспитания. На этих кадрах Львова Белова благодарит Путина, развязавшего войну в Украине, что теперь она стала приемной мамой 17-летнего Филиппа Головни, видевшего своими глазами, как сгорел его дом в Мариуполе. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Самое главное. Это да. Я думаю, что со всем расправимся, правильно? Конечно. Вот приехала Маша, собрала вокруг себя детей, все дети, которые с нами были вокруг нее. И малыши сразу побежали, мы с ними там на контакт. И смотрю, группка подростков такая, типа, в удалении, с таким презрительным видом, типа, чего пришла тут нам тут, что нам тут рассказываешь. Среди них был Филипп. И я в этот момент разговариваю с ним, и я не знаю, что это такое. Я просто поняла, что он мой. Ордеры на арест Путина и Львовой Беловой стали первыми ласточками в серии международных уголовных преследований представителей российской верхушки. Сейчас украинские власти говорят о более чем 19 тысячах похищенных детей, и к этому причастна эта женщина. Вы считаете себя военной преступницей? Прикрываясь спасением и заботой об украинских детях и заезженным мемом «Я же мать», она врет и противоречит своим же собственным словам. Мы знаем, что Россия не хочет, чтобы существовала Украина. Это само по себе не является ли актом геноцида? Как мы можем говорить о геноциде, если у нас часть людей довольно большая в России с украинской кровью? Какой геноцид? О чем вы говорите? Дети, которые сейчас приехали, например, с родителями к нам, и которые хотят продолжать изучение украинского языка, такую возможность мы им тоже предоставляем. Ни о каком геноциде речь не идет. Мы привезли из Мариуполя группу детей, 30 человек, которых нашли в подвалах. Началась история про то, что негативно отзывались о президенте, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. Но прошло немного времени. Эти дети попали в приемные семьи Московской области. Один из мальчиков попал в мою семью. И я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить. Львова Белова попросила Путина упростить закон о смене гражданства для детей из Украины. Она утверждает, что 5-10-летние украинцы становятся россиянами осознанно и добровольно. Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем. Мы дополняем и даем возможность. Что это? Простирание идентичности? Как гражданство может стереть идентичность? Мы всегда пели песни на русском, украинском языке. Мы рассказывали сказки русские, украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании о том, что сейчас происходит. То, что наоборот на Украине стирают все, что связано с Россией. Говоря о свободе выбора, в частности о том, что дети имеют возможность учить украинский язык, Львова Белова снова врет. Не только украинская культура, даже флаг Украины фактически под запретом в России. За его публичную демонстрацию людей забирают в отделение полиции. Прекращайте, 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 прекращайте! Более того, подозрительным считается любое сочетание желто-синего цвета. В Якутске утилизуют сидения на стадионе. В Калининграде перекрашивают эмблему аэропорта. В Ставрополе избавляются от подозрительного граффити. За неправильный маникюр в Ялте и враждебные кроссовки в Москве людей задерживает полиция. Украинские школы вместе с культурными центрами и общественными организациями давно закрыты как в России, так и на оккупированных ею территориях Украины. Много вопросов возникает в связи с разницей в определении того, где заканчивается Россия и кто такой русский. Не поняла? В Москве полиция сразу забирает даже цветы, которые приносят люди к памятнику Лессе-Украинке после очередной российской бомбардировки украинских городов с десятками жертв среди мирных жителей. Русские, украинцы, белорусы, весь наш многонациональный российский народ. Госпропаганда и лично Путин часто противоречат самим себе, ничуть об этом не беспокоясь. Вещая в мире, где они монополисты, можно сколько угодно менять правду, то украинцев вроде как вовсе нет. Они с русскими один народ и ждут освобождения от киевской хунты. В Харькове, когда раз обесточили город, замечательно, потрясающе, еще больше надо обесточить. Если там осталось гражданское население, следовательно, это не наши братья. То украинцы еще как есть и с властью своей заодно. Выродки, пораженные неонацизмом, которые за несколько поколений не вывести. И Львова Белова, как винтик в российской вертикали власти, следует устоявшимся клише российской пропаганды. Мы спасали детей. Мы вывозили их туда, где они выживут и будут в безопасности. Как выглядит это спасение, можно понять на примере украинского мальчика Богдана, который пытался сбежать на родину, но на него в России устроили настоящую охоту. Мы поймали на границе с Белоруссией. У нас есть точные данные о том, что ввели несколько агентов вплоть до детализации. Там сейчас ты садишься в белую машину, тебя там ждет такой-то водитель. Значит, скидывали денег ему. То есть это такая была полномерная работа. И буквально вот в последний момент мы успели с силовыми структурами его на границе остановить. Недавно Ельская школа публичного здоровья опубликовала масштабное исследование временных мест пребывания детей в Российской Федерации. Там система из 43 детских лагерей, где они находятся. В 32 из них дети проходят перевоспитание в специальных классах, которые включают изучение русской версии истории, культуры и общества. В некоторых случаях они также проходят и военную подготовку. Тем временем изданию The Insider удалось установить личность человека, причастного к насилию над вывезенными украинскими детьми. Им оказался бывший сотрудник Беркута Валерий Астахов. Сейчас он якобы служит в МВД города Евпатория, в оккупированном Крыму. По данным инсайдера, Астахов принимал участие в запугивании детей и угрожал им расправой за поддержку Украины в детском лагере «Дружба». Дети, которым удалось вернуться в Киев после пребывания в этом лагере, рассказывали, что их били палками и даже держали в подвале. Один ребенок опознал Астахова по фотографиям. Тот, кто их мучил, ну в прямом смысле этого слова, а некоторых бил, тот понимает, что он совершил преступление. Даже по российским законам, не говоря уже о том, что все это на фоне, конечно, ордера Путина. Прямо сейчас отлично помог, конечно, Астахов Виталий Васильевич, президенту Российской Федерации, доказывать свою невиновность. Одним из самых красноречивых признаков заботы России о детях Донбасса стало уничтожение российской авиации драм-театра в Мариуполе, в котором по разным подсчетам прятались от 600 до 1000 человек, в том числе сотни детей. Кто-то стоит, кто-то лежит, кто-то лежит. Перед зданием драм-театра и сзади него огромными буквами на асфальте были сделаны надписи «Дети». Они были хорошо видны с воздуха специально для российской авиации, которая в начале полномасштабного вторжения полностью доминировала в небе над Донбассом. Все понимали, что драм-театр – это место, где люди прячутся от авиации, от бомбежек. Что мотивировало человека, который в тот момент отпустил эту ракету и пустил ее в это здание. Они пришли нас освобождать. От чего? От нашей жизни, от нашего дома, от наших родных. То же самое сейчас происходит под Бахмутом, когда мы вот сейчас с моими сотрудниками вывозили оттуда семьи с детьми. Точной иллюстрацией, к слову, людоед, назвали в офисе президента Украины это интервью детского омбудсмена России Львовой Беловой американскому каналу Vice News. Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей. Отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции. И дополнили это вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о русском милосердии? Разве это не о справедливости? Разве мы не имеем права их лишить неправильной идентичности? Украинские дети, которые были возвращены Украине, рассказывают, что в некоторых лагерях их психологически унижали, заставляли петь русские песни за выражение проукраинской позиции, наказывали. Это правда? Но в этом наша разница с Украиной. Мы не используем детей для политики. Там, к сожалению, это происходит. Был бы у меня выбор, я бы никогда в жизни границу России не пересекала. Российские бомбы летят в детей в осажденных городах. Удивительно выдавать себя за спасителя и удивляться негативной реакцией в мире. Украина ничего не сделала для эвакуации детей с территории Мариуполя. О чем тогда мы можем с вами говорить? Где были гуманитарные коридоры? Где была эвакуация детей? В действительности Россия не открывала гуманитарный коридор, чтобы можно было безопасно вывезти людей из зоны конфликта. Многие волонтеры и сотрудники гуманитарных организаций, которые занимались эвакуацией с оккупированных территорий, оказывались в тюрьмах, в так называемых ЛДНР или гибли под обстрелами. Меня никто не предупредил, никто не сказал, что ты больше домой не вернешься. Сказали, извините, заходите жить, пойдете пешком. Нас просто садили в автобусы и везли. Согласно Женевской конвенции, государство, забравшее детей на свою территорию, должно немедленно уведомить об этом материнскую страну, то есть Украину. Естественно, ничего подобного российскими властями сделано не было. Если мы с вами вспомним Женевскую конвенцию, то мы по Женевской конвенции можем эвакуировать людей, детей из зон, где для их жизни и здоровья представляется опасность. Но в этой же конвенции записано, что если их эвакуируют по соображениям безопасности, они должны быть перевезены в третьи страны. Донецкая народная республика, Луганская народная республика, они не были Украиной. Они были признанными республиками независимыми, нашим государством. Госпожа Мария Львова-Белова обязана была бы после каждого такого перемещения сообщать украинской стороне о том, что ей известно о таком-то, таком-то количестве детей. И ваши дети там-то и там-то. И по первому требованию мы готовы рассмотреть вопрос их возврата. Свою так называемую правду Львова-Белова хотела поведать всему миру с трибуны ООН по приглашению России, которая в апреле этого года председательствовала в Совете Безопасности. Однако дипломаты США и Британии заблокировали видеотрансляцию ее обращения, заявив, что если она хочет рассказать о своих действиях, то может это сделать в Гааге. Юрисдикцию Международного уголовного суда Россия не признает. Уголовные преступления за вывоз, как они называют, депортации детей, насильственный вывоз, а на самом деле эвакуации из-под обстрелов. Так кто же такая Мария Львова-Белова? Она родилась в 1984 году в Пензе. Там же окончила школу и училище культуры по специальности дирижер эстрадного оркестра. Затем Самарский институт культуры. И так бы работала преподавателем музыки в детских музыкальных школах, если бы не жгучее желание заниматься благотворительностью перед телекамерами. В 2008 году Мария Львова-Белова возглавила региональную общественную организацию по социальной адаптации детей-сирот и детей-инвалидов «Благовест». Ее главная задача – сохранение кровной семьи для ребенка. Это сейчас она готова разлучать украинские семьи, а тогда занимала совершенно противоположную позицию. Неизменным оставалась «Я же мать», за которым Львова-Белова тщательно маскировала свои карьерные амбиции. Мам на инаугурации президента в Кремле, в самом сердце, ну это как минимум гордость, а как максимум ощущение того, что раз так происходит, значит то, чем мама занимается, это очень важно. Львова-Белова в браке с 2003 года. Несколько лет назад ее муж принял сан священника РПЦ. Она мать и опекун 22 детей. Из них пятеро родных. У нас четверо старших детей, они уже все взрослые, у каждого уже своя собственная жизнь. И с нами сейчас живут только наши рожденные детки. Львова-Белова выпускница инкубатора для выращивания правильных и лояльных Кремлю кадров, так называемой школы губернаторов, и победитель всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России-2020». Благодарительность и напускное православие стало для нее трамплином к успеху. И как сказал, собственно, мой шестой сын, как-то он говорит, мам, ну даже если ты не победишь, ну ты для нас уже лидер. Но если я вдруг стану лидером не только для своих детей, но и для России, я точно знаю, что я буду делать. Конкурсы по отбору лояльных режиму Путина руководящих кадров были идеей первого зама руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Из кадрового резерва высшей школы госуправления за это время президент назначил у губернаторов, самое главное, получивших потом поддержку избранных людьми. Давайте мы ни в какие выборы играть не будем, давайте мы ни с какими партиями не будем морочь себе голову, а мы просто будем собирать людей, которые нам поштучно, персонально нравятся, будем их тренировать, натаскивать и рассаживать по тем местам, которые нам представляются правильно. Что в этом плохого? Плохого в этом только одного, в этом нет нас с вами и вообще никого, живущего в Российской Федерации. Власть сменить свою волю нельзя давать гражданам, понимаете, это нарушение священного принципа деполитизации. В 2019 году Львова Белова вступила в партию «Единая Россия», а уже в 2021 стала сенатором от Пензенской области. Тогда же Путин назначил ее уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Я член команды своего любимого президента, и я, конечно, патриот своей страны, и я не то что пророссийская, я российская, я в чистом виде. Теперь, согласно международному праву, эти двое соучастники военного преступления. Лозунг Путина в Гаагу стал не просто страшилкой для Кремля, которую выкрикивают и пишут те, кто поддерживает Украину в разных уголках мира, а реальной перспективой для российского президента и его подельников. Приглашение Путина в Гаагу написали «Путин плюс один», и это вот про нее. Ордеры на арест высших должностных лиц государства выдаются очень редко. Путин вместе с Львовой Беловой оказались в компании таких африканских диктаторов, как Муамар Каддафи, Амар Аль-Башир и Лоран Гбагбо, которым в Гааге также были предъявлены обвинения. В конце концов, все эти самодержцы были свергнуты и отстранены от власти. Нет ли у вас сомнений в том, что вы поступаете неправильно? Все, что касается наших действий, которые предпринимались в моменте, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что там не было ни грамма политики. Римский устав, учредивший Международный уголовный суд, ратифицировали 123 страны, включая все государства Евросоюза и Латинской Америки, Мексику, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию и большинство африканских стран. Отныне Путин и Львова Белова не могут поехать в любое государство, признающее юрисдикцию суда в Гааге. Так, в начале мая власти ЮАР настоятельно рекомендовали российскому президенту не посещать запланированный в стране саммит Брикс из-за выданного ордера на его арест. Для Львова и Беловой это означает ровно то же самое – уголовное преследование практически всех цивилизованных стран мира.